Субтитры делал DimaTorzok Композиция, которая сейчас начала играть фудом, называется Sleeping Forest. Shining Man написал эту вещь в жанре Ambient, Dark Ambient. Автор также известен как Ян Кустаров из города Москва. Сейчас мы насладимся композицией, а потом я продолжу вести беседу, монолог, в общем, разговаривать. Стоит сказать, что вещь в меру темная. То есть она не настолько темная, чтобы вызывать при прослушивании депрессию, но она достаточно темна, чтобы создать ощущение, возможно, тревоги или какой-то отстраненности. Но то, что она спокойная, это однозначно. Рекомендую к прослушиванию, к скачиванию, к загрузке на свой собственный плеер. И вещь на самом деле стоящая. Ян постарался на славу. Я искренне уважаю за эту композицию автора. Что ж, теперь перейдем под такой саунд к первой части. На мне сегодня вот такая вот шапка. Это потому что Новый год на носу. Хм, чего бы пожелать? Всегда хочется пожелать счастья. Его я и желаю. Потому что счастье это такая... Замечательная вещь. Формулирую очень странно. На самом деле я собирался записать этот выпуск еще неделю назад. Но все что-то мешало мне. То работа, то какие-нибудь обстоятельства. В общем, как-то все не получалось. И поэтому я делаю это сейчас. И все равно у меня не получается как-то компоновать слова. Но это и неплохо. Выпуск получится еще более живой, чем обычно. Хотя, в общем-то, и в остальное время я не особо репетирую. Пожелать хотелось бы здоровья. А композиция-то заканчивается. Ну что ж, пусть она маленько еще позвучит. Субтитры сделал DimaTorzok Композиция от Аксель Шухарт «Snowfall». Аксель Шухарт также известен как Александр Шамаев из города Белгород. А композиция в жанре мелодик транс. Стоит отметить, что композиция очень напоминает именно своим ощущением, своей атмосферой, с вашего позволения, релиз Пала Окинфолда «Creamfields», который был выпущен 10 августа 2004 года. Вещица, сейчас я говорю конкретно про «Snowfall» Акселя. Вещица на самом деле хорошая, такой приятный, позитивный транс. Не по-дурацки, притом позитивный, а такой спокойный, расслабляющий и в меру ритмичный. Да, маленько выбивается басовая партия, но это не мешает композиции быть умиротворяющей. А у меня есть шанс под эту расслабляющую мелодию пожелать вам еще чего-нибудь. Хотелось бы пожелать в новом году счастья, как я уже сказал, здоровья. Классические два пожелания, пожелания, которые практически всегда идут нога в ногу. Хотелось бы пожелать реализации планов, достижения поставленных задач, саморазвития, в принципе, в любой сфере, в какой бы вы ни двигались, потому что без развития нет роста. Без роста нет развития. Смешно звучит, потому что, как я уже сказал, не готовился, и в мыслях сумбур слишком много всего пожара произошло за последнее время. Но это и не столь важно. А, опять слово паразит. Точнее, фраза паразит. Какой-то выпуск такой получается довольно ни о чём ошный. Грядёт праздник. Наверное, уже режутся салаты. Режутся. Взяли такие, порезались. Ау, я порезался об салат. Неплохая идея. Возможно, как-нибудь пофантазирую на эту тему. Язык уже не слушается. Я уже сколько губы не облизываю, язык всё равно не слушается. Как-то программа про новинки музыки плавно перерастает в какой-то видеоблог, в какой-то видеоподкаст, где играет какая-то музыка, и ведущий говорит всё, что ему в голову придёт, пусть даже придерживаясь какого-то плана. В общем, дорогие слушатели, я хочу пожелать вам в новом году всего самого наилучшего, чтобы всё было хорошо и даже лучше. А фаворит мой на сегодняшний день — это композиция от Melvin Pure под названием «Dreamy». Композиция в жанрах хаос, мелодик транс. И она не просто так мой фаворит на сегодня. По той же, примерно, причине, что и предыдущий трек. Кстати, стоит отметить, что Melvin Pure также известен как Никита Андреевых из города Пермь. Вещица меня зацепила прям за самое-самое где-то глубоко. Она сумела вызвать во мне целую бурю эмоций, отбросила назад в памяти моей назад. Как же это называется? Ностальгия! Вот как это называется, когда ты такой думаешь, ой, блин, как классно раньше было, зашибись. А почему же? Потому что она мне, опять же, напомнила вещицу, даже не вещицу, а само ощущение, как и предыдущий трек, но более явно. Ощущение альбома Пола Окинфолда «Кримфилдс». Это один из самых ярких релизов Окинфолда, и большую часть треков он собственноручно редактировал. И вообще альбом просто-напросто прекрасный. На мой взгляд, он в наибольшей степени отражает не только вкусную саму сущность легендарного диджея и саунд-продюсера. А еще, это один из первых релизов, который существенно повлиял на мой музыкальный вкус. И это просто потрясающе. Я спустя много лет переслушивал его, и альбом не стал хуже. На мой взгляд, это пластинка, точнее, двухсидюшный релиз, который вышел 10 августа 2004 года, как я уже... Ой, что-то упало, как я уже говорил. И он до сих пор оказывает на меня такое же эмоциональное влияние, если не сильнее, чем как в первый раз, когда я его только начал слушать. И было это примерно в том же году, наверное, хотя год, наверное, 2006-й это был. Ну, в общем, довольно давно. И эта вещица, я не знаю, на мой взгляд, она по праву может читаться штукой, которая продолжает Кримфилдс. Замечательное наследие, если можно так выразиться. Да что я все говорю, насладитесь уже, сейчас закончится вот этот вот разгончик, начнется композиция, и мы сможем послушать это все дело. Очень красиво, очень мелодично, очень атмосферно, очень... В общем, Никита, ты молодец, ты прям очень крут, ты разбудил во мне бурю эмоций, я искренне наслаждаюсь этой вещью. Субтитры сделал DimaTorzok 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 если вдруг вышло так, что вы любите транс, что вы предпочитаете этот жанр остальным и ни разу не слышали от начала до конца двухсидюшный Кримфилдс Окинфолда 2004 года, то самое время восполнить этот промежуток в вашей жизни, потому что то, чем вы сможете его наполнить, несравнимо ни с чем. Искренне рекомендую к прослушиванию, как в принципе все вещи, которые я показывал в этом выпуске, как в принципе и в прочих. Ах да, я хотел оглянуться назад и подумать о достижениях, которые были сделаны за то время, пока я веду программу Sound Inside Out. для начала стоит отметить, что я хотя бы взялся за это. Это уже хорошо. Также я прослушал огромное количество разного материала и некоторой частью от него я показал вам. Надо же, композиция-то уже закончилась, а я еще хочу поговорить. хотя, в общем-то, и сказать мне больше нечего. Еще раз с наступающим, либо уже с наступившим, кстати, если вы смотрите это видео после 31 декабря 2016 года. И я очень рад, что у нас с вами была возможность видеться. Ну что же, увидимся в следующем году. А вось в следующем выпуске вы встретите композицию, которую давным-давно искали, и ее еще не существовало. Так не хочется прощаться. Хочется еще продлить этот миг, этот момент, когда я нахожусь здесь, перед камерой, а вы там смотрите на меня, возможно, просто слушаете. Много ерунды всякой наговорил. И наговорю еще, потому что будут новые выпуски. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, следите за новостями. Кстати, уже во весь ход идет работа. Да, кого я обманываю не во весь ход, можно было бы делать и больше, и чаще. Как-то демагудию развел какую-то. В завершение хотелось бы сказать. Берегите себя и своих близких, и всего вам хорошего. До новых встреч. Увидимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова